60 лет не предел, не часто встретишь пару, которая может похвастаться таким солидным сроком совместной жизни. Но нашим героям посчастливилось быть вместе и в горе, и в радости более полувека. Секретами семейного долголетия с нами поделилась Чета Гуреевых, которая сегодня отмечает бриллиантовую свадьбу. Лев Егорович Галина Павловна, от лица главы города Конакова Максима Валерия Викторовича, от депутатов Совета депутатов, от городской администрации, позвольте вас поздравить с этим замечательным праздником. Праздник действительно замечательный, самый главный крайне редкий, и от этого еще более и более значимый и торжественный. Поздравляю вас, крепкого вам здоровья, долгих лет вам жизни. И вы были, есть и будете всегда достойным примером для всех нас, не только для своей семьи, но и для всех нас. Это целая наука прожить такую длинную совместную жизнь. Честь вам и хвала, и низкий вам за это поклон. Еще раз, с праздником вас поздравляю. Всего вам самого хорошего. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Сегодня Галина Павловна и Лев Егорович, как всегда, соберут всю семью за одним столом. Надо сказать, что Гуреевым это сделать непросто. Восемь человек под одной крышей. Где еще встретишь такое? И это без учета членов семьи, которые живут отдельно. За 60 лет совместной жизни у юбиляров родилось двое детей, двое внуков и две правнучки. Это награда за все тяготы, которые пришлось пережить в детстве. Будучи ребенком, Галина Павловна стала военнопленной. Фашисты увезли ее с мамой в Литву. Нас отдали им, литовцам, свои гробами. И мы работали, и я работала. С таких лет я уже работала. Посла овец, убиралась, картошку научилась чистить, мыть. Все делала. И делала это я. Не просто я хочу-не хочу, а с меня требовали. Во время войны Галина Павловна осталась сиротой и до 16 лет прожила в детском доме. Затем ее отправили учиться в художественно-ремесленное училище. После чего она работала на фаянсовом заводе в Конаково. Здесь ей посчастливилось встретить свою любовь. А после встречи Лева Егоровича отправили в армию на три года. И я поехала к нему в Брест. Поехала в Брест навестить. Соскучилась. И верьте, не верьте. Вот тут даже есть отметка Брест. И мы там расписались. И ждала его. Ждала в общежитии и жила. В дальнейшем вместе они прошли нелегкий и долгий трудовой путь. Осваивали казахстанскую целину. Строили углегорскую Грест на Украине. А в начале 90-х годов вернулись обратно в Конаково. Однако не только трудовыми подвигами славятся чета Гуреевых. Главная заслуга юбиляров – большая и дружная семья. Вы знаете, все было. За 60 лет-то, ой-ой-ой, ну не расходились. Не расходились. А я всегда говорила, а что расходиться-то? Ну, я найду себе. А дети? Я росла без отца. Это родство просто. Я не представляла, как уже можно с другим. Я вообще не могу даже ответить на это. Просто так должно быть. Так Бог велел. И в горести, и в радости. И вот, что, куда вот я его дену, если он заболел? Правильно? На протяжении долгих лет семья Гуреевых живет вместе и отмечает праздники, на которых правнуки радуют творческой самодеятельностью. Мерзвездную дорогу-то мечту о скоростях. Это в сущности немного. Это вомщи-то. Бестяк. Ни великая награда, ни соки перестала. Человеку мало надо. Лишь бы дома кто-то ждал.